А ты Ирка, понял. Бат Ирка. Ирек мы еще не разбирали. Это чемпион гига доминирующей линии, скелящийся сомнительно в тимфайт. Очень трудно отыгрывать у него тимфайтов. Очень важно иметь флеши и ульты под них. Очень важно к этому моменту настакать хотя бы 3 айтема против Гнара. У тебя очень хороший матчап. Ты играешь АДС. Я, кстати, не знаю, АР или играют АДС. Да, наверное, АДС, а нет. Ты играешь без Тенасити против Наутилуса, Гнара, Арианны, Бранда. Это пиздец, бро, на самом деле. Ты всегда обязан брать Тенасити здесь. Просто гига обязан. Я не знаю насчет триумфа. То есть, если по монеты садишься, то нужно взять... Я не знаю, нужно ли брать ману, короче, на Ирале. Это уже, посмотри, утащил, как они играют. И, соответственно... Ну, с Бискитом, наверное, не нужно. Но тут вопрос, не должен ли ты брать вообще зеленую ветку. Я думаю, тут гига хорошо было бы Тенасити здесь. Тенасити в зеленый плюс Сустейн в зеленый. Или не Сустейн, даже Абон Плейтинг, чтобы у Линдигнара в зеленый. Хотя ему не так трудно его сбить. Короче, я думаю, тут зеленая лучше в среднем, чем белая, по моим ощущениям. Тенасити лучше, мана под вопросом. Мана под вопросом. Все остальное норм. Закуп у тебя, по идее, Доран Блейд. Ты просто идешь вскрывать чела. Да, Ирели — это прямой контрпик Гнара на линии. Правильно, Лоленсворд купил. Просто идешь трахать, ты можешь занимать вообще... То есть, левел 1 ты не должен занимать требуш. Ну, вернее, первые там... Первую минуту ты не занимаешь требуш, но где-то на 1.10 ты просто становишься... Ты зря такую позицию пассивную занимаешь. Большой шанс того, что Гнар будет проходить через этот требуш. Если ты его там поймаешь, у тебя сразу винлиния. Ты намного сильнее, по идее, Гнара левел 1. По-моему. Хотя, может, и не сильнее. Если не сильнее, как бы, то я не прав. Но если ты сильнее Гнара, ты точно должен на 1.10 зайти в его требуш и там ждать чела. Так, я не знаю. Просто чилишь, по идее, ты имеешь право... Если бы у тебя была зеленая ветка, ты бы точно сейчас имел право, по идее, прыгнуть 3 раза и в Гнара. Ты видишь, что он лишил. И только 2 крипа, да, полутал. И сейчас... Ну вот то же самое, только с 3-мя крипами было бы чуть получше. Ты бы, кстати, имел фулл стак пассивки, если бы 3-х крипов. Тут, кстати, гига ошибка от тебя. Просто очень жесткая ошибка. Гнар не имел права подходить на тех милишников, а тебе нужно было по 3-м по всем обязательно прыгнуть на подход Гнара к милишникам. Добить всех, чтобы у тебя было 3 стака, на 4-й ты прыгаешь на Гнара, с пассивки ему подразбиваешь лицо, заходишь обратно в куст, реагришь крипов. Тут, по идее, ты не должен... Я не знаю, как тут заменеджить линию, короче, правильно, но твоя цель сделать так, чтобы были лоу-хп крипы под твой левелап 2-го левела. Ты получаешь 2-й левел, когда умрут все 3 рэнжа плюс 1 милишник. То есть тебе нужно сделать... Тебе нужно потенциально, я не знаю, подойти, убить вот этих вот 2 рэнжей, оставить этому 1 хп и идти в милишника. Возможно, это нельзя делать самому. То есть тут вопрос, как бы, насколько ты хочешь зазонить чувака. Но 1 рэнжа нужно оставить на супер-лоу-хп. Короче, тебе нужно сделать так, чтобы 1 из рэнжей, последний рэнж был на 1 хп, когда ты будешь добивать этого милишника, чтобы ты имел право под добивание милишника сразу прыгнуть в рэнжа, получить с этого пару стаков с милишника плюс рэнжа плюс потенциально еще 1 рэнжа и сразу выучить ешку и идти гнару в ебало. Это твой самый жесткий улын-паттерн. Из-за того, что здесь, вот здесь ты просто прыгаешь, я не знаю, это по идее 91 хп, сколько эта херня бьет? Она наносит 107 урона миньоном, ты 100% прыгаешь сейчас в рэнжа, даешь афту в этого рэнжа, прыгаешь в него, ты получаешь второй левел, юзаешь, эволвишь ешку, просто ты можешь даже... Ну вообще по идее ты просто лэндишь ешку в него, пытаешься. Если лэндится, то он умирает, если не лэндится, ты все равно прыгаешь ему в лицо, он теряет пол хп. Ты очень медленно тут действуешь, прям тебе нужно заучить, какое количество крипов тебе нужно. Подожди, а какого хуя ты получил левел 2? Тебе не обязательно иметь всех рэнжей, чтобы получить второй левел? Если тебе не обязательно иметь всех рэнжей, чтобы получить второй левел, ты просто прыгал в этого рэнжа сразу же, кидал ешку в гнара 100%. И здесь ты кидаешь... То есть ты дождался просто... Дождался того момента, пока он сам левелапнулся, ты не кинул ешку, хотя ешка это твой all-in spell. Я не знаю, ешка юзается в начале, чтобы резетнуть свою пушку, то есть ты тут очень плохо. Очень плохо заменеджал вейв с all-in. 4 милишника и 2 дальника, читай. Да я не могу читать одновременно с тем, чтобы думать о челлендже, считать вероятности победы в челлендже и одновременно с этим... Короче, еще читать чат, это слишком труд. Тут, кстати, в мегагнара без ешки ты не имеешь права прыгать, тут наоборот тебе дадут пизды. Так, здесь ты уже на самом деле... Я не знаю, в мегагнара имеешь ли ты право лынить, но... Че он потратил? Ничего не тратил, он вообще с ешкой, но ты об этом не знаешь, он может быть из W, то есть тут очень опасно играть. Плюс 2.30, это уже тайминг выхода лесника, третьим левелом, и ты видишь лесника на меду. Следующий твой и поверспайк, ебать. Кстати, ну, кстати, тут можно замеситься с гнаром, я думаю, ты его побеждаешь вообще. Нужно просто из-под его W выпустить, выпрыгнуть. Все. Ну, хорошо. Нормально, гнар под интел. Тут пачка... Тут пачку нужно допушивать, она пушится в его сторону. Гига быстро... Ты не успеваешь допушить, он успеет рекольнуться. Но ты все равно сейчас будешь настаком, мне кажется, ты можешь даже убить гнара тут, зная, что лесника рядом нет. Гнар третий получил, но он мини, ты намного сильнее него. Просто допушь... Так, стоп, почему-то переключилось. Это хорошая W в вейв. Добиваешь вейв. Вот здесь, Ешка, если б ты попал, чел гарантированно умирал. У тебя, конечно, маны только на одну кушку. Тут гнар вообще, блин, клоус, мне кажется, ты мог его убить. Если б ты прям вот сейчас поставил вард в этот куст и прыгнул ему в лицо, мне кажется, он умирал нахер, этот гнар. С другой стороны, подожди, Анна, у тебя два стака буберанга, он мог тебе и прыгнуть в лицо с кушкой, я не помню. Хороший флэш. Ты допушил, все, твоя задача выполнена. Тут как бы Ешка не попал, окей, Ешка попал бы, убил бы, он бы вообще в говне был. Приколишься, у тебя поверспайк 800, ты покупаешь просто кирку на боторг, покупаешь кирку, идешь добывать гнарчатину. А, ну в принципе, лайфстил скептер еще лучше кирки. Я забыл, что это топ лейн. Так, здесь ты, бро, на самом деле, что тут происходит? Ты идешь просто ставить вард, в принципе, белка не палит, то, что там стоит наутилус, но тут фишка в том, что вот вард в этот куст не особо лучше, чем вард вот в этот край куста. А вот, а вард в край куста ты можешь ставить отсюда, то есть это очень важный навык за топ лейнера. Вообще, за топ лейнера и за бот уметь ставить отсюда вард в куст, я не умею, но пойти загуглить, как это делается, просто понять там где-то вот между этих елок нужно держать курсор, стоять, по-моему, вот здесь, научиться ставить в этот куст вард весьма профитно, чтобы вот таких ситуаций не происходило, потому что тут тебя чуть ли не убьют сейчас, и ты выкинешь вот прям все свое адвентаж. Ты никак не убьешь их. Хотя на ауто ты можешь убить. Не, на ауто ты вроде бы убиваешь. Блядь, если... Ну нет, даже с автоатакой ты не убивал на ауто. Ну, просто подучи варды, если ты правильно чувствовал, что тут может быть угроза, хотя я сам о ней не подозревал, я не знаю, что тут происходило, но просто... Если ты не чувствовал угрозу, то вард ставится сюда, но неправильно ставить вард туда, когда пачка пушится в тебя, он тебе еще не нужен. Вард в требушь ставится обычно, когда ты допушиваешь пачку, а не когда в тебя ее пушат, потому что на реку выходить опасно. Как правило, если ты не собираешься ставить этот вард, ты просто идешь вот здесь, вот самый безопасный план, в тебя пушится пачка. Это да? Тебе вообще делать ничего не надо. Ты либо, если прям хочешь защититься с этой стороны, ставишь сюда вард через стену, но у тебя еще есть опция, особенно если у тебя не будет вардов, а у тебя вообще два варда, ты гарантированно через стену здесь ставишь, второй оставляешь на требушь. Может даже сразу, как только увидишь, что тут никого нет, пойти в требушь. Но еще есть вариант без вардов, где ты просто проходишь по линии и сидишь в кусту. Сидишь в кусту до того момента, пока, ну там, скипаешь пару милишников, когда гнар скидывает мега форму, и у него она заканчивается, ты можешь даже заулыгить, чувака. То есть тут был просто мисплей по вардингу, скажем так. И дальше в Наутилуса возвращаться, я не думаю, что было правильно. Хотя, с другой стороны, прыгать в вейв тоже... Ладно, может в Наутилусу вернуться было не так плохо. Тут никак не убивал его. Как не убивал он? Копенгал свину на Джарване, чтобы он не воровал твой фарм. И здесь не стоит пушить эту пачку, я думаю. Хотя... Вообще вот здесь я точно не знаю, что нужно сделать. Ты гнар типа лоу хп, ты можешь запушить эту пачку гига фаст и угрожать ему дайвом, да? Вообще, наверное, это самое правильное, потому что тут зафризить пачку не получится. Умрет два милишника, его милишники разобьются. Но ты загинаешь ему крипов. Тут можно, короче, гига фаст допушить эту пачку, запушить следующую. Вернее, пройти супер далеко. Если ты видишь, что гнара нет, ты сразу с Ешкой плюс Кушкой плюс W пушишь следующую. И тогда, если гнар гений под тавером, а ты потратил все сплы, он примет пачку окей, но он все равно останется на линии замороженной с лоу хп. А если гнар не гений, то он потеряет какую-то часть крипов, разбитых от тавера. У тебя будет хороший рекол с... Сколько там? 600 голды где-то. Два атак спида себе купишь. Ну, зафризить тут тоже ничего. Зафризить тоже ничего. Тогда ты допушиваешь только следующую пачку. Тут гига... Гига нужно слоу пушить. Прям вообще не трогать крипов. Правильно делаешь. Без стрима, просто если я буду разбирать вам игру пятерых людей, я буду уделять внимание абсолютно всему. Это выйдет как разбор примерно пяти игр. На стриме как бы... Тоже это выйдет дольше, но я не буду прям... То есть я буду говорить то, что я замечу, но не буду скролить игру пять раз за каждую роль. Я буду просто смотреть на там две-три роли одновременно. Пытаться подметить, что было важно. Так, допушил пачку. Ты куда-то въебал вард. Куда-то въебал вард. У тебя рекол вроде бы на 600. Так, как раз два атак спид меча. Кстати, хотя, блин, с учетом того, что он берет мегу с этой пачки, ты не можешь, да, остаться его разъебать с ульты. Купил ботинок плюс атак спид тоже нормально. Хотя, блин, мне кажется, что лучше просто два атак спида, чтобы фастботрок выйти. Хорошо заулынил, Глара. И ты его тут не можешь, но теперь он теряет как минимум две пачки крипов. Сейчас ты можешь развернуться. Подожди, у тебя же кушка сейчас убивает. 210 урона. 215. Ты убиваешь этого крипа. Выучи, пожалуйста, демодж. Ты вообще сейчас убиваешь и этого крипа, и этого крипа. Получаешь стаки, отхиливаешься, кидаешь ешку в чувака. Если он отпрыгивает, ты возвращаешься просто на вейв, там, на какого-то крипа. Фризишь его и динаешь ему еще. То есть ты тут пропустил момент, где ты мог его проверить, так сказать, на умение играть. А здесь он уже не имеет права. То есть, я не знаю, ты должен стоять между... Как только вейв сколлапсит, ты стоишь между вейвом и ним, он не должен получать экспы вообще. Видишь наутилуса на карте, ты ничего не боишься, ты не пушишь крипов, чтобы он терял больше. И здесь ты просто встаешь вот здесь. Просто встаешь вот здесь, подходит дать тебе авту, ты прыгаешь в него с кушки, просто он умирает. Даже с кушки. После прыжка ты просто ему лэндишь ешку или ульту, он гарантированно умирает. Здесь очень плохо зонишь, ты ему дал катапульту, блядь. Ты ему даешь катапульту, когда ты видишь лесника на карте? Он нахуй один хп гига биомусор гнар. Ему вообще не должен давать ничего. Просто вот здесь даже можешь прыгнуть ему в лицо. Ты убиваешь его просто с кушки, автоатак, ульты и ешки на его прыжок. Гарантированно. Тут все равно он умирает, да. Блядь, господи, ты промазал кушкой. Вашу мать. Так, ладно. Что делать дальше? Вообще-то тут супер фастпушишь эту пачку и просто резетаешь. Просто резетаешь, у тебя близко. У тебя просто кирка. Просто резетаешь, куда ты идешь? А ты плашку добить? Ну ладно, тут добить, в принципе, с учетом... Так. Кого хера ты не добил трех крипов, я не понял. Чтобы тебя гнар не гнал, но, по-моему, он не мог тебя гнать до базы. Ладно, в принципе, это не так плохо, то, что ты не добил. Ты сыграл в темп. Я все равно эта голда ничего не решала. Надо было только реколиться рядом с этими крипами, чтобы получить за них экспо, пока реколишься. Но голду-то и, в принципе, правильный. Имеешь право его пиздить, вроде бы. Хорошо заприкастовал W, прыгаешь в ржа сейчас, да. И тут обратно, кстати, мне кажется, ты прыгаешь. Ты не можешь обратно прыгнуть? Он же ультовал уже. Подожди, но если Ирелия не может с преимуществом тысячи голды в айтемах и в целый левел прыгнуть назад в гнара на фулл стаках здесь, у которого нет кастов, мне кажется, за этого персонажа не надо играть просто. Ну, по-моему, ты здесь имел... А, подожди, я куда-то прыжок проебал. А, ты прыгнул, ты прыгнул не в крипа, а в него второй раз. Я думал, ты в крипа прыгнул. Надо было в крипа прыгать, долбить его дальше, а потом возвращаться на него. Окей. Просто идешь на него? А чего ты ссышь? Ты просто прыгаешь сейчас гнару в лицо, он выпрыгивает, Джарван его ловит. Он тебе ничего не может сделать, сам гнар. Ты просто оставил Джарвана играть самому за двух ебучих крипов, блядь. И повезло, что Джарван, блядь, не сдох вообще за это. Ты пиздец своего лесника продал, охуеть, просто можно. Здесь ты имеешь право сыграть в одну плашку. Я бы даже сказал, ты играешь сейчас... Сейчас ты идешь... Я думаю, что сейчас ты идешь, видишь это ТП. Ты видел, на Утилус был лоу ХП, они тебя вдвоем никак убить не могут. Ты сейчас идешь за Тавер, забирать вот этот вейв. Забирать вот этот вейв. Если гнар идет за тобой, ты просто отводишь его в угол и уходишь вот сюда, реколишься, задаешь ТП. Он теряет всех этих крипов. Если он принимает этих крипов, ты просто на халяву принимаешь здесь проксиш пачку, реколишься. И до тех пор, пока его следующая пачка придет, ты уже будешь здесь. И ему придется отпушивать эту пачку самому. Плюс у тебя будет тайминг с базы сдать куда-то ТП. То есть здесь ты проебал момент. Всегда смотри, особенно вот с 7-8 левела дестаймеры, они побольше. Если ты имеешь право не боишься лесника здесь, если там, не знаю, 1 вейс 2 можешь убить, или если хочешь загэмблить, тут ты всегда убьешь пачку. Возможно, сдохнешь от лесника, но на Утилус был пропичен, поэтому ты от него сдохнуть не мог. Ну ты зря, зря тут. Ты тут, кстати, забирал фул эту пачку, реколился, у тебя Ботарк с базой, и ты шел жестко трахать Гнара. А так ты трапишь Гнара, но ты его все равно убьешь, кстати, я думаю. Так что трапинг, в принципе, не так плохо. Только я не знаю, почему ты его не затрапил в том кусту. Все, он труп. Где он тут труп? А, нет, не труп, тут на Утилус появился. Тут ты просто доигрываешь с ульты. Хорошо, хороша ульта. Блядь, уебище выжило на одном хп, но ты тут не умираешь уже. Но ты и не можешь их добивать, по-моему. У тебя по 3 секунды. У Гнара есть мега. А, у тебя Джарван тогда имеешь право добивать. Хорошая, хорошая. Очень хорошо сыграл, молодец. Я не знаю, почему этот трап Гнара удался. Вообще, он должен суперсцикливый играть против Эрелия. Поэтому я думаю, что, в общем, лучше было забрать пачку между таверов и рекольнуться за Боторком. Здесь ты опять можешь сыграть в тавер, у него нет ТП. Можешь сыграть в одну плашку и сразу рекол. Прямо здесь, да. Надеюсь, ты успеешь, ты успел. Котрок плюс ты мерки покупаешь. Мерки здесь гига важны. Я думаю, должны быть еще тенасити в рунах. Причем двойное, но ты не взял. Хорошо заулынил чела, теперь ты его... Я не знаю, тут гигагнара дайвить немного трудно, у него есть ульта. Гигагнара дайвить трудно. Но в следующий раз сейчас он скипнет гигагнара, он станет мини. Но сейчас ты просто фризишь пачку до следующего Кэнона. Он становится... Тут все равно можешь его пропиживать. Хорошо играешь. Немного надоимом надо поработать. Ты, по идее, его все равно убиваешь. Хороший. Ты пэта не въебал, ты всегда можешь помочь команде. В таких ситуациях супер важно смотреть на то, что делает Тима. Здесь челы вписываются в файт в 3 на 2. У тебя браун жирный достаточно, но тут не убьешь. Из-за того, что у тебя нет ульты, тут не убиваешь челов. Поэтому правильно играй в тавер, пока наращивай преимущество. Ты тут сейчас... Вот сейчас ты должен идти за тавер. Убивать этот вейв. Ты не должен принимать вейв здесь, когда ты настолько ахет. Ты должен принимать вейв за тавером. Тогда у тебя будет больше спейса. Ты сможешь поставить халявный вард сюда, какой-нибудь пинк вард сюда. У тебя будет гига много вижена. И просто раньше будешь... Все будешь раньше делать. Это самая стратегия Бауса. Только интить как Баус не надо на ней. Это нужно делать не всегда. А тогда, когда ты получил достаточные адвентажа, либо тебе гига важно принять эту пачку даже ценой своей жизни. Такое тоже бывает. Ты тринник собираешь или Вицент вторым? Тринник или Вицент? Я думаю, что... Блин, мне кажется, что тринник на самом деле на Ирелии говно. Я думаю, что вторым самый лучший айтем на Ирелии это Гордринкер. Почти всегда. Не, сейчас, я думаю, после баффа Гордринкеров, всегда самый лучший айтем на Ирелии вторым это Гордринкер. Если ты не хочешь... Ну, Вицент хуже. Просто гордринкер, я думаю, лучший айтемный релли сейчас вторым. После него ты собираешь Витцент еще на демош. ТП хуевое, оно чем дальше игра, тем такие ТП хуже. Такое ТП хорошо, допустим, с базы, чтобы создать прэшер моментально, если ты с командой где-то планируешь играть, но чисто ради того, чтобы долбить врага, ТП не очень хорошо. Кто убил Гнара, в принципе? Это больше его свинсту, чем плюс твоего ТП. Сейчас твоя задача... Ты, конечно, хочешь играть за Тир-2 Тайвер, для этого тебе желательно иметь вард здесь. Я не помню, почему у тебя пинг оказался тут, а не тут. И Гига нужен вард. Гнар риснулся, тут забираешь... забираешь пачку, видишь наутило, создается ТП Гнара. У тебя есть ульта. Вообще тут можно разыграть 1 ВС-2. А, ну 1 ВС-3 уже гораздо труднее. 1 ВС-3 уже трудно. Надо было смотреть на карту. Что у тебя тут? Ты видишь, Рианна принимает пачку. Вот здесь она могла начать смещаться к тебе, но я сам бы не подумал, что она смещается к тебе. Поэтому тебе нужен вот здесь вард, прежде чем долбить вражеский Тир-2. Гига нужен вард. То есть твой пинг, который стоит здесь, должен идти туда. Ты собираешь Виценд вторым. Многие рели собирают Виценд вторым, но я думаю, что это ошибка. То же самое, примерно, что на Белвет собирать Виценд вторым. То есть это просто по валью сейчас неправильно. После бафа страйдбрейкера в случае Белвет, гордринкера в случае рели. Просто неправильно. Ты гига хэд Гнара, ты имеешь право по-прежнему играть агрессивно. Тебе этот МРС на самом деле нужен меньше пинг варда. Ты зря не купил пинг, но у тебя... Чёбаный рот, бро. Ты собираешься играть за Тир-2 тавер, ты ставишь сюда вард. Просто выучи. Если ты хочешь играть за Тир-1 тавер, тебе нужен вард здесь. Плюс желательно на реке, но не обязательно. Если ты хочешь играть за Тир-2 тавер, тебе нужен вард здесь, и желательно где-нибудь вот здесь. Вот здесь желательно. Но тут как бы тебе может команду только поставить сюда, ты можешь сам. Поэтому вард свою не проебываю просто так. За того, что ты тогда сдал говно телепорт, у тебя нету сейчас телепорта играть с командой. Сейчас правильнее зайти, да, на мид, посмотреть, что тут как. Правильно заходишь. Ты зря уходишь. Тут, если что, всегда, когда коллапсится вейв, у чуваки стоят у ренджей, это твой корм. Ты ваншотаешь, просто прыгаешь по ренджам на врагов, кидаешь им ульту, и они умирают. То есть сейчас вот здесь все челы — это трупы. Потому что ты развернулся, ты их фактически спас. По идее, ты их все равно должны убить. Ешка плохая. Я думаю, ты не должен с Ешки начинать замесы. Если там мобильные чуваки, можно просто кинуть в них ульту. Кого-нибудь. А в замедло уже после следующего прыжка куда-то продлить Ешкой. Ну и тут ты просто сдохнешь, да? Ну это из-за твоего, по сути, это из-за твоего промедления, непонимания того, что на вейв ты приходишь, убиваешь всех. И из-за того, что у тебя бесполезный айтем идет в старым. Десент — это вообще айтем под 14-й левел. Это не early-game айтем. Если ты в темпе, это точно говно, говно бай. Хотя на соло-линиях ты достаточно хай-левел, да? Долбишь гнарщика. Долбишь гнарщика? У тебя есть ТП на дракона? Че тут? Вообще все враги будут сейчас лоу-хп, ты сустенишься с пачки. Должен искать ТП, если... Хотя, блядь, Джарван уже сдох, ладно. Посмотрел? Долбоеба за интелем, не делаешь ТП. Ты зря не допушил пачку, она тут будет фризиться. Должен смотреть по своей пачке, где идет вражеская. Сейчас они сколапсятся. Потеряешь целый вейв за то, что ты пошел на Геральда. Всегда допушиваешь вейв, забираешь этот тавер на халяву, поскольку все враги были на боте. Если ты можешь. Если не можешь, уже уходишь на Геральда или еще куда-то. Ты сейчас въебал целый вейв и не заденайл врагу вейв. Сейчас создал дифференс в 12 крипов. Командный. Даже, возможно, больше. Неда получил ТР-2 при этом. Потенциально. Какая-то Клаун Фиестру. У тебя немного происходит по прокасту. Ты попал Ешкой в итоге. Таким чемпионам, как Война, проще кидать ульту, честно, чем Ешку. Ешкой попасть почти невозможно. Ультой почти гарантированно в мили. Ты можешь даже... Я не знаю, с какого количества какого левела ты имеешь право просто прыгнуть кушкой и КДР-а. Вот если бы у тебя был Гордринкер, кстати. Если что, почему Гордринкер еще хорош? Он позволяет тебе делать паттерны плеев, где ты прыгаешь на крипов. Потом, чтобы загабклоузить, просто юзаешь кушку во врага. И она у тебя откатывается к твоему прокасту с Ешкой и ультой. Достаточно быстро. Из-за того, что Гордринкер тебе дает 20... Сколько, блядь? 23 КДР он тебе дает на первом айтеме. Короче, это гигайд там. А без КДРа ты так не особо имеешь право делать. Собираешь страйд, страйд это гигахуйня на Ирелии. Просто никогда не покупай страйд. Гордринкер всегда лучше. Я чемпион. На чемпионе достаточно КДРа, чтобы просто чейдить чуваков. Разъебал Гнара. Тут имеешь право форсить файты из-за того, что у вас больше. Но из-за того, что у тебя по-прежнему нет мифика, ты достаточно сквишовый. Был бы Гордринкер, ты бы сейчас гига жирным был, просто мог бы танщить в замесах. Его отсутствие ты не особо можешь. Тоже надо вставать на бот, по-хорошему. По-хорошему, ты единственный ТП-чел, когда на шорре спауниться, ты должен обычно стоять на противоположной стороне, если у тебя есть ТП. Как раз происходит файт. Тут можно было ТП, но твои чуваки опять там как-то сомнительно дрались. Ничего не мог. Геральда по топу пошел закрывать. А тут ты не закроешь, просто эти челы тебя убьют, нахер, я думаю. У тебя нет сустейна, просто из-за отсутствия Гордринкера у тебя еще и ноль сустейна. А из-за того, что ты не пошел на бот, война вам спилила ТР-2, и ты не убил войну. То есть после 20-й супер важно стоять на боте. Вот если бы ты в тот момент, как твоя команда здесь интила, в этот момент пушил не топ ТР-2, а бот ТР-2, ты бы просто поставил... Во-первых, ты бы убил войну, если бы она тут была. Во-вторых, ты бы поставил Геральда под смерть своих тиммейтов. Геральд бы сказал врагам, либо вы делаете на Шора и теряете нахер НГИП плюс потенциально ТР-4, либо вы идете для Фит Геральда. То есть ты либо защитил бы на Шора таким действием, либо получил бы гига адвентаж в своей команде. Потому что ты стоишь не там, где надо, все плохо у тебя. Не помогаешь своей команде. И Фрозенхард четвертым айтемом никогда не покупается. На Ирелии основной билд это Боттерк, Гордринкер, Витцент Га. Каких-то альтернатив практически не существует на этом персонаже. Просто выучи это. Шестым айтемом я не знаю. Там можно посмотреть БТ, но ты достаточно скишовый персонаж. Шестым айтемом можно... Шестым айтемом стирак просто собирается или маф. Всегда. То есть вместо пятого тоже вместо ГА можно стирак или маф собрать, там спорный момент. Но шестым почти всегда стирак или маф. Ты просто классическая Ирелия, которая как бы играет не так плохо и линию, разъебывает. В основном ты тут правда разъебал из-за хуевости Игнара, нежели из-за того, что ты прям хорошо сыграл. Но там у тебя тоже хорошие моменты были против Наут и Игнара вместе. Как ты флеш на это инвестировал. Третий дракон ураков. Ты имеешь право чейзить щела в его следующий вейв, по идее. Хотя ты там не можешь, да, ранжей ваншот? Уверен. Если ты можешь ваншотнуть ранжей под нашор бафом, то ты мог чейзить Нара и добить его. Самое плохое ТП в поддержку тиммейтов. Тут основная задача спилить тир-1 тайвер. Ну вот по таким персонажам, особенно со страйдбрейкером, ты не имеешь права промахиваться ешкой. То есть это просто считается интон. Без страйдбрейкера как бы еще ладно, но со страйдбрейкером точно не имеешь права. Если что, на четырех айтемах разница в хп между страйдбрейкером и гордринкером это 20 плюс 5 плюс 75 на 3 225 250 хп 250 хп плюс 8% омнивамп с которого ты нахилишь в тимфайте минимум хп наверное 300 если на тебя не будет игнайт. А скорее всего если ты сыграешь хорошо, то там можно по тысячу нахилить. И самого прока гордринкера, который хилит тебя, ну где-то ты на 30% хп его юзаешь, у тебя 3000 хп, у тебя потерянных допустим 2000, там что-то около 8% короче тоже около 500 хп наверное можно с юз гордринкера еще нахилить. Короче ты недополучаешь где-то 800 хп сейчас в среднем из-за того, что купил ебаный страйдбрейкер в тимфайтах, а это очень сильно. Это очень сильно. И чем дальше игра идет, на 6-х сездах он еще больше дает. Чем дальше идет игра, тем гордринкер лучше страйдбрейкера. нет уже омнивампа, есть омнивамп на гордринкер. Гордринкер это единственный атом с омнивампом сейчас. Тут уже клоун фиестов, который как бы ты даже войну не можешь победить. Гарантированно. Даже при том, что у тебя плюс айтем. И вас просто сметают. Ты был в позиции эту игру закерить, просто чтобы эту игру выиграть, нужно, во-первых, не грифить гилды за Ирелию, во-вторых, самое важное правильно играть по макро. Правильно играть по макро это долбить тер 2, когда у тебя есть вижен или знание вижен врагов, либо хороший вардинг и переходить на бот заранее под респаун на шора. Вот хорошие макро. И на боте тоже, соответственно, как бы играть аккуратно. Розенхард там нахер не нужен. Вампиризм работает на QE-ирке, конечно. В смысле вампиризм, там омни-вамп, блядь. Во-первых, вампиризм работает на QE-рели, во-вторых, на гор-дринкеры омни-вамп. Омни-вамп тебя еще с пассивки рели хилят. ваупиризм, ваупиризм. Омни-вампиризм. Продолжение следует...